Итак, всем привет, друзья! С вами я, Михаил Самолетов, и вы на канале Авторы на Кладивостоке Зелёный Угол. Помните, я недавно была в YouTube Stories, то есть момент, где у нас пришла вот такая вот Subaru, мощнейшая просто, посмотрите какая. LeVork, Subaru LeVork, звучит гордо, как Георг. Начнём со стихов. Посмотрите, какая она просто здоровенная. Чем-то напоминает сзади, вот этот Outback, вот как-то вот немножко так напоминает. Цена машины 1 050 000, это максимальная комплектация, full, комплектейшн, как говорят у нас на русском английском. Посмотрите, просто вот на неё вот так вот посмотрите. Это просто супер крутая тачка, мордаха у неё. Агрессивный внешний вид. Машина укомплектована по последнему слову техники. Начнём с того, что, во-первых, у неё легкосплавные диски. Всё оригинал, резина Bridgestone. Машина полностью чистая, не крашена. Дверные карты у неё тоже, я обратил внимание, я уже на ней ездил. Вот в таком вот исполнении сделано, то есть комбинировано. Здесь идёт кожа и прострочка синяя, цвет кузова автомобиля. Конечно, цвет кузова немножко нам, ну, похоже, но в кузов немножко потемнее играет. Также есть крепление Isofix на этом автомобиле. Пластик здесь вот немножко мягенький, такой приятный на ощупь. Там как будто поролон. Двери большие. В принципе, садиться сзади удобно. Ну, давайте сядем. Вот я сел за пассажиром. Очень сидеть удобно. Здесь у нас вот такие необычные, смотрите, в тонировке, в тонировке, что ли. Главное, что не в панировке. Ну так, ребят, давайте посмотрим немножко на водительское место. Самое интересное, как всегда, это место водителя в автомобиле. Потому что машину в основном люди покупают для себя. Чтобы я здесь самому селектор переключения к ПП, вот такая ручка обычная. Здесь у нас, получается, система, сейчас сфокусируем, так, парковочка у нас на кнопке, потом антиоткат системы, в принципе, подстаканники. Здесь, как в некоторых субарах, вот в RX и STI такая же в новых ездит штучка. Здесь у нас такое место под телефон, два подстаканника. Но вот это единственная мягкая штука, то есть она со временем может разболтаться. Центральная панель автомобиля тоже, как вы видите, в фирменном стиле Subaru. Черная кожа и голубая прострочка. Вот, видите, голубая прострочка. Также сейчас еще сядем вперед. Вот, начнем с того, что руль сделан... Это, кстати, машина турбовая, 1.6 турбо, 170, по-моему, 173 или 171 лошадь. Получается, внизу, видите, когда руль обрезан, она это так делает на спортивных автомобилях. И руль полностью весь в кнопках, то есть мультируль. Также косточки, вы видите, вон там вот, то есть это анатомический хват. Сейчас мы в машину сядем и заведем. И также посмотрим впереди вот эти панельки под карбон. Ключ в автомобиле выглядит вот так. То есть стандартный такой ключ, ничего обычного. Здесь у нас есть повторитель в ушах. Также смотрите, как идет обзорность. Очень хорошая за счет того, что здесь вот тоже такая стеклянная вставка. Давайте сядем на пассажирское сидение. Оно, кстати, у нас электронное. Электронное, то есть оно двигается в двух костях. Взад-вперед, вверх-вниз. И назад спинка отгибается. В принципе, кстати, механизм работает довольно-таки быстро. Здесь тоже, видите, ткань. Сейчас я вам покажу. Вот ткань примерно. Ткань очень плотная. Она синтетическая на ощупь, но очень плотная. А вот эта, она прям такая крупной вязки какая-то тоже. Плетенка, но очень плотное место. То есть, в принципе, очень удобно сидеть. Стандартные коврики. Ну что, сядем, 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 сядем в автомобиле. Феррари, Ламборгини, автомобили, как говорится. Значит, здесь у нас бардачок. В принципе, он не сильно большой. Так, аукционник. Сейчас посмотрим, есть, нет. Аукционный лист у нас есть, ребята. Аукционный лист у нас есть. Здесь у нас, смотрите, идет USB Power Out DC 5 вольт. Что-то у нас такое. USB-шки всякие, все есть. Прикуриватель. Вот с этой стороны, получается, у нас еще есть 12 вольт. И вот такой вот у нас подлокотник. Кстати, подлокотник очень удобный. А, вот он, смотрите, как выдвигается. Все теперь понятно. Вот он выдвигается. Берем вот так, ставим руку. В принципе, очень сидеть удобно. Могу еще что добавить. В принципе, вот есть у него кнопка, это выключение контроля полосы. Здесь у нас это выключение дистанции до впередущего автомобиля. Тоже здесь в тонировке почему-то у него. А, здесь вот так вот оно. Дискотека, помните, 90-х? Белые розы. И здесь, смотрите, off, on, door. Все понятно. Здесь у нас такие вот эти штучки. Все работает. Кстати, вот эти системы, они вот здесь вот вмонтированы. Я не знаю, вам видно или нет. Они там вмонтированы. В принципе, вот так вот. Также есть голос. Можно по телефону разговаривать, блютуз. Давайте сядем сейчас за место водителя. За место водителя. Не за место, а на место. На место водителя. Здесь также у него такие вот классные пороги. То есть обвес у него очень интересный. Также у него здесь, видите, где в порогах Subaru фирменные такие вот железные штучки. Накладки на пороге. Послушайте, как дверь. Дверь. А еще, кстати, смотрите, в чем еще фишка. Почему Subaru это для богатых. Вот в дорогих машинах, вот в Infinity, ну, как в дорогих, более таких, ну, высокой ценовой категории. Во многих машинах, по крайней мере, в которых я встречал. Вот дверь, когда вы так делаете со всей силы, она, видите, фиксируется. То есть вы дверь приоткрыли, у нее вот этот, в несколько положений этот доводчик работает. То есть, допустим, вы открываете дверь, и она не просто болтается, а фиксируется. То есть если какой-то резкий порыв ветра, или там кто-то зацепил, она на распашку не откроется. Это, в принципе, очень комфортно, удобно и для безопасности. Ну, и вот так вышел, приоткрыл ее, да, она вот так щик зафиксировала все. То есть вот рукой ее так дергаешь, она, ну, даже не это самое, ничего с ней не случается. Также сзади, видите, у нее накладка на задний бампер, накладочка на выхлопные трубы, раздвоенный выхлоп. Ну, конечно, это все смешно. 170 там сил, это как-то ничего серьезного. Но также у нее Asymmetrical Wheel Drive, то есть фирменная субаровская система, задний дворник. Спойлер, в принципе, из того, что еще можно сделать. Сейчас посмотрим наш фирменный тест на богатство. Тест на богатство, закрывается ли, уши открываются или не открываются. Короче, уши не складываются. Ну-ка, давайте сейчас вот так вот на превьюшку сейчас сделаем. Так. Давайте сейчас заглянем. А, также есть бесключевой доступ, да, у нас получается. Все, бесключевой доступ есть. Все. Бесключевой доступ. Что мне еще нравится, так это место водителя. Место водителя здесь реально не взяли вот такое прямо серьезное заявление на победу. То есть дверь, вот это место, оно прям выглядит, ну, по-богатому. То есть много кнопок, какая-то вот контрастность. Тут вот серебро, тут вот такая кожа, синенькая прострочка. Тут вот кнопки нажимаются прикольнее. Кстати, кнопка, видите, на конце у них такие вот металлические, как бы, окантовочка. То есть она тоже добавляет какого-то, наверное, лоска, шарма и чего-то еще. Еще, также могу вам сказать, что вот мы сели. Давайте сейчас я отобвинусь там за собой. Сделаем сейчас холодный запуск. Холодный запуск. Вот кнопочка старт-стоп. Чик. Все, мы на тачке, ребята. Посмотрите, какая красивая приборная панель. Она просто... Пробег 100 тысяч 390 тысяч километров. Так, паркинг у нас горит. Здесь у нас... Вот паркинг, видите? Чик. Стояночный тормоз, как он держится или как? Так, ребят, продолжаем. Получается очень жарко сегодня, душно. Включил вот такой вот климат-контроль. Климат-контроль очень хорошо работает. Здесь у нас есть такой суперфирменный, субаровский, знаете, козырек, я называю его. Козыречек-козырек. Главное, не козыряй, браток. 22,5 на уль. Здесь стоит 24 авто. Раздельный климат-контроль, да, здесь вроде. Вроде да. Или они раздельны? Так, сейчас посмотрим. О, смотрите, видите, управляем. Крутилочки есть. Да, раздельный климат-контроль. Вот это, видите? Раздельный климат-контроль. Так, у нас тут раздельный климат-контроль. Смотрите, вот видите? Меняется там и вот здесь тоже. Всё отлично. Получается, здесь у нас температура масла. Минус 0,6 это турбина, наверное. И что-то ещё. Акселератор. С какой силы ты давишь на педаль? Здесь вот эта кнопочка, она отвечает, я так понимаю, за режимы. То есть, расход средний 9,2 километра на литр. То есть, где-то 11 литров, 12. Здесь у нас что-то энтер. Здесь часы. Здесь сколько? 200 километров осталось до заправки, я так понимаю. Здесь 200 километров АВГ и Ренч. Ну, это сколько проедет на остатки бензина. Здесь средний расход. 0 километра. Шкала, видите? Здесь вот, что-то как полнопривод, наверное, работал. Или что-то, непонятно. Напишите в комментариях. Такая лазейка, чтобы комменты написали. Ну, приборная панель выглядит прикольно, приятно. Вот такой вот, немножко на видео это светло. Сейчас я затемню. Вот оно выглядит очень так стильно. Темно-синего такого цвета. В принципе, очень смотрится симпатично. Также руль, я уже говорил, с такой вот прошивкой. Синий. Такими вот костяшками. Здесь у нас под переключение лепестки. Они прямо на руле. То есть удобно. Руль крутишь, и вот лепесток. Чик держишь. Лети, лети, лепесток через запад на восток. И вернись, быть по-моему, вели. Вели, чтобы у Михаила Самолетова была новая, мощная, крутая Subaru. А лучше Nissan GTR. Так, сигнал у нас работает. Кнопочки все работают. Звук вверх-вниз. Здесь у нас этот самый выставлять сет. Как это по-русски? Когда машина двигается вось со скоростью, с определенной. Как это сказать? Уже не помню. Забываю русский язык, ребята. Шутка. Ну, поняли, короче. Круиз-контроль. В принципе, все. Очень удобная машина. Сидеть очень удобно. Плюсы какие у машины? Плюсы. Расход бензина 11 литров. Большой, здоровенный салон. Гигантский. Реально, в салоне до потолка еще просто херова туча сантиметров. Цена миллион пятьдесят, считаю, немножко дорогой. Миллион пятьдесят, это... Ну, это лямчик, ребята. Это не шестьсот пятьдесят семьсот десять. Это лям. Лям пятьдесят, как бы, да? Давайте сейчас еще все-таки, наверное, заскочим под капот. Под капотину заскочим. Сейчас капотину откроем, так сказать. В сердце. Заглянем в сердце автомобиля. Так, сейчас где-то она открывается. Так, вот такой вот у нее мотор. Субару боксер. Боксер Дит. Дитрик боксер. Вообще все ровно. Все целенькое. Все просто чистое, помытое. Прям с Японии, знаете. Вот только с Японии буквально пришла. Неделю назад, полторы недели. Отличнейшая машина. Видите, как у Субару. Сразу удобно менять масло. Фильтр. Все, ремни все новые. Никаких затирок, заздоров. Все суперское. Даже легко фильтр поменять. То есть, у Субару в этом плане очень все удобно сделано. То есть, все как на виду, можно сказать. Шуб надо, масло там еще что-то проверить. Капот все. Все хлебочки на месте. Вот эта вот обшивка еще. Но машина, по сути, как бы как новая. Ну, конечно, с пробегом, но она как новая. Поэтому, ребят, давайте за такой вот классный Субарь. Вообще за Субарь надо ставить лайк. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, какую следующую тачку мы возьмем на обзор. И была ли у вас когда-нибудь Субару. Если была, то сколько денег на ремонт потратили, честно скажите. А так, подписка на канал. Всем пока.